Здравствуйте всем, кто сейчас телеканалом Первый деловой. Это проект Акцент. Гривня продолжает падать по отношению к другим валютам. Курс доллара на межбанке уже превысил рекордные 12 гривен, а стоимость евро выросла до 17. Национальный банк решил корректировать официальный курс в зависимости от ситуации на валютном рынке и не намерен тратить золотовалютные резервы для стабилизации гривны. Профильные эксперты говорят о том, что прогнозировать дальнейшую судьбу украинской валюты крайне сложно. По пессимистичному сценарию гривня упадет до 15. По оптимистичному может вернуться к отметке в 9-10 гривен за доллар, правда при условии получения Украиной финансовой помощи от Международного валютного фонда либо от других иностранных структур. Ну а в нашей студии первый заместитель главы правления коммерческого банка контракт Павел Крапивин и далее о гривне и не только мы говорим более подробно. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в среду на межбанке курс гривни по отношению к американскому доллару превысил 12 и днем достиг уровня 12 гривен 45 копеек за доллар. С чем вы связываете такое стремительное падение гривны? Во-первых, все-таки я внесу небольшую коррективу. Несмотря на то, что действительно к концу дня котировки на продажу достигли 12,45, котировки на покупку не превысили 12,15. Основная масса сделок закрылась по курсу ниже 12 в депозоне 11,95-11,98. Поэтому с точки зрения котировок, да, мы перешагнули психологический рубеж 12. Тем не менее, мы, с моей точки зрения, не просто подошли, а вплотную подошли к некому психологическому рубежу, выше которого становится для отдельных бизнесов бессмысленным покупать импортные товары, то есть тратить гривну на покупку валюты по ценам, по которым этот товар не будет востребован на полках магазинах. Я наблюдаю за клиентами нашего банка, за какими-то знакомыми, друзьями и так далее, вижу, что отдельные бизнеса считают правильным сейчас взять некую паузу, либо доторговывать остатками товара, либо закрыть производство на какой-то период времени, либо там заморозить ассортимент, либо еще каким-то образом сократить штат, или еще каким-то образом переждать этот период. Но, с моей точки зрения, курс 12+, до 15, это не имеет уже значения принципиального, он, во-первых, не обоснован экономически, во-вторых, абсолютно не поддерживается покупательскими ожиданиями населениями по тем продукциям, которые привязаны, у нас практически все так или иначе привязано к курсу доллара. Конечно, и вот все-таки с чем вы связываете такое стремительное падение гривни? Мне кажется, что здесь в первую очередь является некий психологический аспект, ведь не забывайте, что последние два дня достаточно активно нагнетаются слухи о усилении активности российских вооруженных сил на границе с Украиной, продолжаются противостояния в здании СБУ в Луганске, неспокойно в Донецке. То есть это политика, паника и нагнетание ситуации? Мне кажется, ситуативное нагнетание – это нечто размытое во времени. Здесь же, я сказал бы, более локальная информационная почва для, скажем так, таких как и политики. Беусловно, есть какие-то более фундаментальные, к примеру, то, что Национальный банк продолжает рефинансировать банки, которые испытывают отток депозитов. Беусловно, на рынок попадает гривна, которая снимается с депозитов и за которую покупается валюта. Но при этом, исходя из общения с моими клиентами, с моими вкладчиками, по курсу 12-12-20, 90% физических лиц не готовы покупать доллар. То есть сейчас отдельные мои знакомые сдают доллар. То есть они считают, что рубеж 12, где-то психологически, это пик. То есть они не верят в 15, да? Ну, они не просто голосуют нажатием кнопки, они голосуют рублем. То есть они делают свой выбор осознанно. И с моей точки зрения, действительно, сейчас идет... Да, мы много говорили о волатильности гривны, а теперь мы впервые ощутили, что это такое. Что такое слово «волатильность». Вот она на практике. В одну сторону, разгон в одну сторону, точно такой же будет откат в обратную сторону. Точно такой же разрушительный, точно такой же беспощадный. Единственное, что я думаю, уже в данной ситуации, в случае обратного отката, Национальный банк все-таки будет выходить с интервенциями по покупке доллара и стабилизирует курс где-то, ну, не ниже 10 гривен, думаю, 10-20, 10-30, с тем, чтобы и пополнить золотовалютные резервы, и сбалансировать условно-стабильный курс, взвешенно-стабильный, подчеркиваю, не детерминированно установленный, на уровне в районе 10-20, 10-50 интервала. Про откат к прежним или хотя бы приблизительно прежним позициям мы поговорим чуть позже. А пока давайте все-таки по поводу того, что происходит сейчас. Национальный банк, как мы уже говорили, сократил валютные интервенции. Как коммерческие банки реагируют на такие курсовые прыжки? В частности, ваш банк. И меня прежде всего волнует тема кредитов, потому что и раньше это для Украины было роскошью. А сейчас прошла информация о том, что банки практически свернули кредитование физических лиц, а те банки, которые выдают кредиты физическим лицам либо бизнесу, то они существенно ужесточили требования для своих заемщиков и повысили проценты. Какой политики придерживаются вашим банки? Я не видел статистику по марту, но то, что по марту будет еще продолжаться отток депозитов, это безусловно. Мы помним 10,5 по январю, 7 по февралю. По марту, я думаю, будет порядка 4-4,5 процентов. Это депозиты? То есть люди забирают деньги, а что касается кредитов? Мы же начинаем с ресурса. Для того, чтобы что-то выдать, надо сначала что-то привлечь или хотя бы удержать. По разным банкам ситуация разная. Причем очень сильно разнится. Если мы говорим в среднем по системе. С чего это зависит? Это зависит от ожиданий населения, юридических лиц. Что будет с этим банком завтра? Мы имеем некие опасения по поводу пророссийских банков. Мы имеем опасения против банков, связанных с властимущими, скажем так, предыдущие каденции. Имеем опасения по отношению к каким-то банкам, которые задерживают платежи, которые вводят лимиты на снятие наличных денег или в банкоматах. То есть как только это происходит, клиент голосует ногами тут же и безусловно юрлица переходит в другой банк. Физлицы зачастую не переходят в другой банк, а просто уходят сбережения, как говорится, под матрасы, как это говорили в банку. Я предполагаю, что по апрелю эта ситуация уже переломится. И то, что банки сокращали кредитование, начиная с января, февраль и март, уже сейчас мы ощущаем некую конкуренцию по предложению кредитных продуктов для юридических лиц. То есть не только сами предлагаем, но и ощущаем предложение других банков. По физическим лицам были свернуты те проекты, которые свернут проще всего. Это в первую очередь графты по пластиковым картам, потому что они постоянно гасятся следующими поступлениями. Это выдача новых кеш-кредитов. Учитывая то, что это кредиты не длинные, то погашение старых фактически приводит к достаточно быстрому сворачиванию задолженности. Автокредиты и ипотеку быстро не свернуть. Это те кредиты, которые выдаются в спокойной обстановке. Они, во-первых, возрождаются в последнюю очередь, во-вторых, точно так же и сворачиваются в последнюю очередь. Поэтому кеш-кредиты, мы помним, они после 2009 года, 2010-2011 возродились первыми. Авердарты по пластиковым картам, то же самое. Потом потихоньку автокредитование, и только потом пошла ипотека. Сворачивается все точно так же, в той же последовательности. Говорить про массовое сворачивание несложно сказать. Единственное, что стоит отметить, то, что те банки, которые получают рефинансирование Национального банка, принимают ряд ограничений. Одно из которых это запрет на выдачу бланковых кредитов. Те же кеш-кредиты, те же авиадарты по пластиковым картам, это бланковые кредиты, ничем не обеспеченные. Соответственно, даже банки, для которых это профильный бизнес, вынуждены приостанавливать эти программы, принимая рефинансирование Национального банка. Поэтому, скажем так, финансирование Национального банка это, с одной стороны, здорово, с другой стороны, это серьезная абуза в ежедневном банкинге, в заработке денег. Ведь не только надо сохранить ликвидность, но и сохранить еще и прибыльную работу. Национальный банк говорит о том, что, возможно, в ближайшем будущем более 10 украинских банков лишат лицензии, потому что их обвиняют в отмывании денег и так далее. Сейчас, говорят, там ситуация не очень хорошая, проблемы с наличностью и так далее. Какова дальнейшая судьба вот этих, скажем так, конвертационных банков? И речь шла о 12, а потом глава Национального банка говорил, что уже более чем 12 показывают проверки. То есть, если полтора десятка украинских банков лишат лицензии, как это отразится в целом на рынке? Если речь идет действительно о банках, которые специализировались и создавались, затачивались исключительно под услугу конверционных центров, то для клиентов особо это ничем не повредит, потому что такие банки, как правило, не занимались привлечением депозитов, не размещали кредитов, не занимались классическим банкингом. Соответственно, и клиентская база у них исключительно специфическая, которая сворачивается в течение 1-3 дней, для чего они были созданы. Поэтому, если мы говорим про такие банки, то ничего негативного для рынка я здесь не вижу. Уменьшится количество, статистическое количество банков, когда у нас говорят, что у нас там 184 банка, станет как-то 174, ничего большего не произойдет. Есть проблемы с наличностью в других банках? Стоимость наличности за последние 2 месяца, в последние 2 месяца подорожала. Я не сказал бы проблема, просто она стала несколько дороже. И если раньше можно было работать без нал в 0, 0,1, 0,15, сейчас иногда на пиках цена доходит до 0,4. Ну и последний момент. Многие финансовые эксперты говорят о том, что после влияния извне ситуация на нашем валютном рынке стабилизируется, курс гривней, соответственно, укрепится и так далее. В правительстве надеются, что траншкредиты от Международного валютного фонда мы сможем получить уже в апреле. Кроме того, есть уже договоренность по поводу денег и от Европейского банка реконструкции и развития. У нас есть небольшой видеосюжет на эту тему, давайте посмотрим. Чергова порція допомоги з-за кордону. Украина отримает 350 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития. Про это заявляют у пресс-службе финансовой установки. Гроши від закордонного кредитора підуть на реализацию двух программ. 150 млн евро на поддержку вітчизняної банковской системы. И еще 200 млн евро на поліпшение стану украинских дорог. Втім, гроші на останній проект стануть доступними для нашої держави після отримання першого траншу від Международного валютного фонду. ЕБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За руки незалежності Київ від установи отримав близько 9 млн евро на реалізацію 326 проєктів. Последний вопрос в контексті вышеуслышанного і не только. А ви, наскільки я поняла із нашого с вами розговора, також считаєте апрель переломным месяцем і считаєте, що ситуація стабилизується в ближайшее время? Ну, я выскажу сначала скепсис относительно получення в апреле первого транша МВФ. Традиціонно банкиры, консервативні, бюрократичні люди. Я очень с уважением отношусь к тем реформам і скорості, с которой вони проводяться. Але давайте розуміють, що скорість проведення реформ здесь, це не значить скорість прийняти рішення там. Це бюрократична машина, яка працює по чітко прописаним правилам і чітко їх соблюдає. Я предполагаю, що несмотря на те, що Україна дуже оперативно, мегаоперативно, нереально оперативно виконує требования МВФ, це безусловно повлияє на некоє ускорення процесу. Але все-таки я думаю, що транш ми получимо в маі. І дай Бог, якщо це буде в апреле, дай Бог, якщо я шибусь. Тобто не стоить надіяться на те, що ситуація на валютному ринку стабилизується в апреле? Діло в тому, що в маі буде? Решення, достаточно хотя бы информации о принятии рішення о выделенні транши. Якщо він прийдет через неделю, нічого страшного. Здесь самая главна інформація, не само поступлення валюти на межбанковский валютний ринок. Як тільки поступає на інформація о том, що МВФ приняло рішення, є график, є поднимаємі сроки, не так до конца апреля, а срок до 10 мая, до 12 мая. Этого достаточно. Этого сигнала достаточно для того, щоб понять, що курс после этого минимум стабилизується, реально пойдет вниз. Тому що зараз речь шла в сюжете о деньгах Європейського банка реконструкції і розвития. На самом деле, частні деньги, які йдуть вслед за МВФ, як правило, превышають суммы транши, які дають МВФ. І у нас є прекрасний пример, не в інших країн, а 2004-2005 років, Україна. Наскільки активні западні інвестори почали приходити сюди. І ви знаєте, ми зараз знаходимося на уровні такого колосального ізымання западними інвесторами денег із України, що, ну, знаєте, коли є точка абсолютного нуля, любой там попавший фотон дает уже какой-то заряд энергії. Я предполагаю, що тільки пройдет інформація, вже почнется активнізація западних інвесторов, покупателей недооціненний, недвижимости, долгов, плохої задолженности, інвестиції в аграрний сектор. Самые разные сегменты. У нас поле непаханное, куда можна вкладывать деньги. Поэтому, дай Бог, щоб решення було принято до конца апреля. Я думаю, що це вже ринок на це отреагує. І суммы, о которых идет реч, непринципіально важні. Буде це 1 или 3 млрд доларів от МВФ, 350, от ЕБРР. Я думаю, що частних денег буде значительно більше. Ну що ж, будем ждати. Пока я благодарю вас за участие в нашому проекте. В конце лишь напомню о том, що о валютних перспективах і о фінансовій системі України вообще ми общались з первим замістителем глави правления Коммерческого банка «Контракт» Павлом Крапивиным. Оставайтесь з нами, не пропустите главного. Я же прощаюсь до следующого ефира. Всего хорошого. Дякую. 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 Дякую.